Работы Анатолия Филимонова нечасто увидишь на пермских выставках. Мастер ушел из жизни в начале 2000-х. Ему было всего 52 года. Многие его произведения сейчас хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях, российских и зарубежных. И чтобы собрать работы в экспозицию, нужно много времени. Тем не менее, в Пермской галерее «Морис» знакомят горожан с творчеством Филимонова уже не один десяток лет. Это один из первых художников, с которыми мы стали работать, с которым мы подружились еще до создания галереи «Морис». В нем он запомнился как человек очень открытый, очень добрый, интересующийся абсолютно всем, что происходит вокруг его. Анатолий Филимонов нередко создавал целые циклы работ по нескольку на одну тему. Писал пейзажи родных мест, а вырос он в поселке Зюкайка Верещагинского района. Среди его картин есть и виды Москвы, где он учился в технологическом институте. Как-то еще будучи студентом и подрабатывая дворником, Филимонов нашел в одном из старых домов настоящий клад – золотые монеты. На эти деньги он и его друзья-студенты жили почти полгода. Тогда в столице художник изучал технологию старинной лаковой миниатюры. Потом использовал эти приемы в своем творчестве. В энциклопедии «Пермский край» о нем пишут. В его работах соединялись приемы станковой живописи и лаковой миниатюры. Многослойные картины, яркие, сочные или приглушенные краски создавали ощущение переливчатой драгоценной поверхности. В работах угадываются традиции народной лубочной картинки, ярмарочной вывески. Вот они, многослойные картины, предшественники 3D-изображений. Анатолий Филимонов много писал на христианские темы. В 80-е приобрел Библию. В год тысячелетия крещения Руси советская идеология повернулась лицом к религии. Христианство стало постепенно возвращаться в общественную жизнь. Библию начали издавать массовыми тиражами. Абсолютно разные техники, разные темы. Причем очень хорошая погруженность в эту тему. Он знал, чем он занимался. Но вот в данном случае, если это библейский цикл, то он почти 10 лет изучал Библию, прежде чем приступить к работе над этим циклом. Занимался Анатолий Филимонов эмалью, а также росписью по ткани, батиком. Создал панно для нескольких пермских кафе. А также масштабный занавес для цирка. Художник был востребован. Увидеть его работы можно на Комсомольском проспекте 8 до 30 марта. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова